Сидеть в офисе так нудно, опостылевшая работа, тысячу раз проверенная лента ВКонтакте и Одноклассниках, к черту все. Макс, у спортику? Да, давай. Сказано, сделано. Организовали стол, поставили террейн, достали миньки из шкафа. Накинули миссию, скоринг. Шесть точек, разные стоимости, изобразимых картами. Взяли их с вечеров покера, которые тоже проходят в нашем офисе. Накидываю варлордрейд, пятый. Приролл пятый. Это фир. Но, как это ни странно, у Макса тоже выпал фир у варлорда. А теперь, пожалуй, коротко о ростерах. И вот она моя парковочка. Пять ринок с наполнением. Ведет их, естественно, в бой Фрэнк. Хаус лорд, Пауфист, Бурлинг Брэндов, Скалатрекс, Марка Нургла, Гифт оф Мутейшн, Сигил оф Коррапшн, Ветеран Долгой Войны. Три пачки Плагмаринов. Две с мельтами, одна с плазмами. Классический спейсм. Две пачки Чаузенов. По четыре плазмы в каждом отряде. Так сказать, главный суицидный кулак. Прикрывают их три мотоцикла с двумя мельтами. И вдалеке не отсвечивает бункер с Аммостором, Войтшилдом. И где-то рядом две пачки Хауков. По четыре автопушки в каждой. Итак, Ультрамар нам прислал сегодня войска в виде капеллана в термоарморе. Он идет в пачке терминаторов с осолкой. Далее у нас идет почетный Дредноут, который принимал участие в войне с Терронидами. У него даже осталась голова термоганта с осолкой. Далее у нас идет две пачки ветеранов первой роты. Одна идет с мельтами и комби-мельтами. Вторая идет с гравами и комби-градами. Секретное оружие, которое, я надеюсь, сегодня сыграет против Хауса. Я использую формацию, в которую входят три юнита. Это два юнита ветеранов и терминаторы. Она мне дает спецправила, которые вы увидите в игре. И называется она оперативная группировка. Также они идут в дропподе. Рина с тактичкой, просто болтеры. И две пачки скаутов. Одни с плащами и снайперками, другие с ЦЦВ и болт-пистолетами. Терминаторы, забыл сказать, едут в ЛР с двумя флеймерами. С пареной особкой и мультимельтой. И легендарные войска, которые всегда приходят, когда их и не ждали. Это давниды в стандартной закачке комби-мельта, мельта и мультимельта. А также у сержанта есть силовой кулак, которым, я надеюсь, он задаст жару. У Макса с расстановкой все достаточно просто. Уоткнул Лендрейдер куда-нибудь посередине шматок ринки на левый фланг. И где-то между ними ошивается почетный дредноу. Все остальное, знамо дело, в резерве или в транспорте. У меня ситуация посложнее. Хожу я вторым, а это значит дроп-под со штангардами падает на первый ход и из гравиков и медь ломает все, что хочет. Тут, наверное, нужно пояснить один момент. Макс все-таки умудрился посадить два отряда в один дроп-под. Я долго спрашивал у него это один отряд или несколько. И он долго расплывчато отвечал, что вроде как один. А мне нужно было на самом деле просто глянуть формацию, в которой ясно написано, что отряда должно быть три. Терминаторы и две пачки штангардов. Но я поверил Максу и мы решили, что это один отряд. Спейсмарины же могут комбатсквадиться. Короче, на левый фланг я поместил мотоциклы и одну пачку хавоков. Посадил их в руинку по разным этажам. Типа байкеры под прикрытием этой огромной руины смогут до кого-нибудь добраться. Ну а хавоки дают перекрестный обстрел. Вторая пачка естественно в бункере на правом фланге. И вот вокруг нее я решил поставить все свои рины. Причем высадив из них плагов, чтобы они не давали упасть дроп-поду в тыл. Пусть рины взрывают, а вот мой бункер не надо. Все-таки взрыв рины дает меньше дэмэджа, чем взрыв здания. 4д6 шестой силой хавоки вряд ли переживут. Плюс плаги, если переживут первую атаку, смогут подчарджить и связать штенгардов. Челзунов высаживать не стал. Очень обидно терять плазмы до того, как они выстрелят. После моей расстановки инфильтруются скауты со снайперками. Сначала пытаются сесть в руинку рядом с байкерами, но там не хватает расстояния. Я их вижу, 18 дюймов нет. Тогда они залезают в руинку на моем левом фланге. Будут перестреливаться с моими хавоками. Далее перед перехватом мы вскрываем точки. К сожалению, мой бункер скорит самую дешнянскую точку в одно очко. Но зато точка посередине 3 очка. И у хавоков еще 3 очка. У Макса на правом фланге точка дает 2 очка. Посередине тоже 2. И, наконец, левый фланг, там, где сидят снайперы, самый смак 4 очка. Но и мой перехват, к сожалению, не удался. Что может быть лучше, чем отыграть в скучное время, сидя в офисе, отыграть партию с Дэном, он же Спейсом. Партию сынов Ультрамара против Хаоса. Значит, на самом деле очень интересно. Почему? Потому что после моей расстановки Спейс делал, ну, собственно, такие мне подсказки. Расставлял там свои рейны, чтобы я не упал своим дропоном, в котором закрыта очень большая сила. Я решил, куда его, в общем, даже не ставить. Просто не ставить. Значит, мои действия на первый ход. Я хочу своими скаутами пострелять в тех парней, чтобы, возможно, они запинились, что уже поможет выжать дредноуту. И дроппот я уроню именно туда, где не ожидает его противник. Так, это моя главная цель на первый ход. А далее посмотрим. Первый ход Спейсмаринов. Миссии. Поскурить первую точку, вторую и уничтожить юнит. Плюс активирована тактическая доктрина. Итак, хитрый план. Дроппот выпадает на левом моем фланге. У хавоков и байкеров. Хочет сместиться на 11, но кидают хит. Штенгарды, которые на диплое собрались в один отряд, теперь разделяются снова на два. Гравики выходят справа, а Мельты залазят на Фортрис оф Редемпшн. Похоже, левого фланга у меня уже нет. Лендрейдер так осторожненько бачком-бачком пробирается в направлении моих ринок. Под его прикрытием тусуется дредноут, который не очень хочет огребать от автопушек. А вообще, все это похоже на такую рокировку. Потому что ринка с пацанами тут же прыгает в направлении правого фланга. Шутинг-фаза, штырны из гравиков и мельт в моих байкеров. Те, естественно, шлифуют асфальт, плюс ночь на дворе, третий ковер, умирает всего два. А вот снайпера в руине стреляют лучше. Заносят моим хавоком четыре сейва, и из них я валю целых три. Группа войск в центральной части все по газам. Ринка флэтаут на шесть. Лендрейдер тоже флэтаут, но так аккуратненько, чтобы не попасть под мельты. Одной гусеницей заезжает в лесочек. Ну а дредноут семенит за ним, не отлипая от брони. В конце фазы два теста на ледак, байкеры проходят, а вот хавоки валят. И начинают в панике спускаться с руины. На конец хода ни одной миссии не выполнено, вторая точка скидывается. Удивил, удивил, но даже не знаю, что лучше потерять. Мотоцикл в пару штучек или бункер. В любом случае, мы сейчас садимся в рины и разъезжаемся, чтобы в центре не кучковаться и не терять всех сразу. Но при этом находимся в достаточной близости, чтобы если что, если враг там выпадет из ЛРа, было чем его нагреть. Первый ход офисного хаоса. Нужно поскорить первую точку, третью и три сразу. Первым делом восстанавливаются хавоки. И на регруппе идут скорить первую точку. Это, наверное, лучшее, что они вообще могут сделать. Потому что на следующий ход они по-любому трупы. Оставшаяся чемпионка байкеров везет мельтабомбу в направлении лендрейдера. Плаги, поняв, что заварушка откладывается, садятся в рины. Залезает в свою рину левая пачка с мельтами. И та, что в самом правом углу с плазмами. Они стояли близко. А вот средняя пачка с мельтами, к сожалению, при всем желании сесть в рину не сможет. Длинной цепочкой они защищали бункер и теперь не могут дойти до ринки. Рина с мельтами на 12 к лендрейдеру попробуем поснапшотить. Рина с плазмами по краешку на 12 в спину скаутом. Левая ринка с чоузенами к средней точке, чтобы поскорить сразу 3 точки. Единственная пустая ринка сдает назад, чтобы на следующий ход гарантированно посадить внутрь пацанов. Ну и последняя правая ринка с чоузенами тоже едет за плагами с плазмами. Шутинг фазы. Чоузены с плазм с крайней левой ринки стреляют штенгардов. Одна рана приходит и одна мельта отправляется к працам. Справа фланга совместный плазмодуш с напшотами по скаутам. Попасть мы не попали, но и там и там по перегреву. Чоузен спасся, а вот плагмарин, как это ни странно, нет. Плаги у бункера на беге собираются к рине и теперь дифтерейн их не остановит. Четыре автопушки из бункера под тем же штенгардом, семь попаданий. Семь ран и всего лишь один третий армор не откинут. Но минус еще одна мельта. В ассолд фазу попытка черджа байка в лендрейдер на 10 дюймов не дошли. По миссиям сделана первая точка и заскорить три точки, но правда всего лишь на один. Третью точку, которая под скаутами, оставляем на будущее. Бравая рота сынов ультрамара продолжает свою войну против хаоса. И на втором ход я планирую ринкой проехать далее, чтобы все-таки поскорить вторую точку. А, четвертую. ЛР, естественно, поедет на бой. Моя начинка высадится и, наверное, все-таки будут чаржить. Там, я думаю, постреляем гредноут где-то рядом, возле основного отряда, чтобы не разделять свой ударный кулак. Второй ход ультрамаринов. К миссиям поскорить первую точку и убить какой-нибудь юнит присоединилась миссия на третью точку, которую держат скауты. Из резерва с левого фланга приходят скауты. Как раз сзади бункера. Получается даже хорошо, что мои плаги там остались и будет кому встретить гостей. Дамни допытаются упасть в самое пекло между тремя ринами, но, к счастью, смещаются в одну из них. На мисс хапе, к сожалению, не единица, всего лишь откладываются на следующий ход. Ринка действительно просто шурует на правый фланг. Оно и понятно, там тихо и спокойно. А вот с лендрейдером неприятность. С виду лесочек не страшный, но ЛР, кинув единицу, встал там намертво. Так что дредноуту хошь-не хошь пришлось выбираться из-за его брони. Штерны с комбиками обходят стеночку, чтобы наказать моих хавуков. Типа нефиг тут точки скорить. Туда же подтягиваются штерны с мельтами. Достаточно живенько бегут через диф на 6 дюймов. Терминаторам тоже хошь-не хошь, а приходится вылезать. Капеллан ведет их на пролом через лес к Марине с Плагмаринами. Не дай бог сделают коробочку, врекнут и мои парни сгорят внутри. Шутинг фаза. Ринка, понятное дело, флет-аут. Штерны сгравав три раны хавоком, но я не откидываю четвертый ковер. По-моему, это ферстблат. Ну и ветераны с мельтами просто добегают в руину. Стоять под плазмами и автопушками им что-то не хочется. Приунывший лендрейдер разбирает сосолки мою байкершу. А вот с мультимельтой ринки всего лишь шейкен. Дредноут, увидев, что стрелять особо не в кого, возвращается назад под прикрытие брони. Скаут из болт пистолетов в плагов. Две раны, но арморы откинуты. Плюс единственный снайпер, который тоже видит плагов с балкончика, заносит рану. Третий армор я не откидываю, но ФНП все-таки спасает меня. Что бывает, сам и крайне редко. Чарж терминаторов в рину. На овервотче ничего и зря я боялся. В отряде всего лишь шесть моделей, а кружить рину они не могут чисто физически. Рину в двух хулах с кулаков, понятное дело, разобрали. Плаги выпали так, чтобы на следующий ход обходить терминаторов справа. На конец хода все миссии выполнены, и третья точка поскорена, и первая. И даже уничтожено три юнита. Правда, на Д3 кол. Есть две клевые вещи. Во-первых, мы понесли свои первые потери только на второй ход. Там дожали так по мелочи. Мы потеряли левый фланг, но он и не нужен. Вторая клевая вещь, это то, что мы сейчас будем нажаривать в центре стола. Мы смогли увезти достаточно жесткую стрельбу противника куда-то там к себе на левый фланг. Они там всех убили, но тем не менее они там так и останутся. А здесь мы сейчас сконцентрируемся на этом отряде, который вышел к нашей ринке. Больем у него все. И если будет по-нормальному, а не у меня куча колов, а у Макса куча пятерок на улях, то в принципе от этого отряда останется капелланчик, возможно, с кем-то. Ну, посмотрим. Вы знаете, я умею. Второй ход ХСМ. По миссиям к третьей точке нам добавляется поскорить вторую точку и убить кого-нибудь своими пушками. Ну, вторая так вторая. Так что Чоуза на ринке далеко от нее не отъезжает, лишь немножко вылезает вперед. Плаги в моем тылу разворачиваются к вышедшим скаутам. Игра короткая и, видимо, это максимум, что они сегодня сделают. К тому же у их ринки новая задача. Она рвет вперед, чтобы посадить внутрь плагов, которые выпали из первой рины. Все-таки чардж капеллана и терминаторов, даже если их останется мало, все равно неприятен. Правая рина с Чознами аккуратненько выезжает, чтобы пострелять в этих самых терминаторов. Там же на правом фланге плагмарины с последней плазмой подъезжают в спину скаутам. И сразу выгружаются из ринки. Подчарджить на этот ход они не смогут, но куда скауты от них денутся? На этих плагов вообще возложено важное задание удержать точку за 4 очка. У хавоков больше нет арки, чтобы пострелять в штырнов, и поэтому они выгружаются на крышу. Может и сделают чего-нибудь со снапшотов. Шутинг фаза. Две мельты из ринки в терминаторов. Обе попали, обе пробили. Один пятый инвуль откинут. Чознами начинают поливать терминаторов из плазм. В зеленой ринке три раны, два пятых откинута и только один труп. В синей ринке два перегрева, но два третьих армора откинуты. Две раны терминатором, и тут вроде как пятые инвули закончились. Потому что и осодка, и обычный парень умирают. Плаги в скаутов минус два шкала Марина. Фрэнк с огнеметов других скаутов. Минус три пацана с болтеров и мельт умирает еще один. Последний, упав, откидывает шестой ковер от мельты. Придется чарджить пацана. Хаваки в типичной спейсовской манере. Снапшотами из восьми выстрелов три попали. На два плюс один пробил. Но тем не менее, это еще минус один штерн с мельтой. На чердже, к сожалению, к последнему скауту не дошли. Выкинули пять вместо шести. И даже Солблейз с него потух. Из миссии выполнили только заскорить вторую точку. Третью нам дискорят скауты. И даже в шутинг-фазу мы не смогли дожать ни один отряд. Сцены ультрамара понесли достаточно большие потери. На третий ход я рассчитываю вывести свои резервы. Дамнидов куда-нибудь в кучу их поставить, чтобы чуть-чуть повзорвать ринки. Наверное, терминаторами я буду стараться зачаржить. Может быть даже не одну, а две ринки. Бог узнает, что получится. Третий ход ультрамарин. Миссии поскорить две точки и в два раза больше, чем противник. Поскорить все точки и убить вражеского чарактера в чаллендже. Со второй попытки Дамнидов встают хитом. Сейчас будет что-нибудь шатать с трех мельт. Капеллан с последним терминатором такие... ну и ладно. И подчопали к ринке с плазмами. Тем временем на правом фланге транспорт с тактичкой доезжает до четвертой точки. Остатки штенгардов с мельтами шкерятся в ринке, прижимаются к стенкам, пытаются скрыться от автопушек. А их коллеги с гравиками возвращаются назад. На боевую позицию выходит Дредноут. Ему наконец-то захотелось пострелять. Шутинг фаза мультимельта с лендрейдера пытается подорвать ближайшую рину. Но кол на попадание. Дамнид из трех мельт с игнором ковра кол-кол-два на ту хит. Пожалуй, сегодня без взрывов, пацаны. А штенгарды с гравиками продолжают удаляться к своим позициям. В асфолт фазу терминаторы решают пойти все-таки на ринку с плагами. Дредноут тоже хочет присоединиться к веселью, объявляет чардж в ринку на 10, кидает 2 единицы через лес. Но от испугу в ринке застреливается из плазмы один чоузен. От кулаков ринка взрывается, в огне погибает 2 плагмарина, причем один из них с мельтой. В конце хода не сделана ни одна миссия и сбрасывается миссия доминация. Не нравится, как сыпятся мои войска, что-то как-то два свива занесло, третий аморф, НП, ничего. Но ладно, нам сейчас... сейчас у нас будет очень простая миссия по зачистке. Нам центральную как бы зачистить зону от остатков противника, там только дамиды. Ну, все зависит от того, как они будут кидать третий инвуль. Им просто ведро нужно, там ни плазма, ничего не берет. И оттягиваемся к третьей точке, которая стоит 4 очка. Главное ее скорить. И все, а противник где-то там, на левом фланге. Третий ход ХСМ. И нам приходит поскорить четвертую точку. Напоминаю, это та, что в противоположном от нас углу. Плаги с Фрэнком разделяются. Фрэнк очень хочет положить свой шаблон от Склотракса на плотненькое пятно дамлида. Ну, а плагом остается дожать последнего скаута. Синяя ринка с Чоузенами подъезжает под укрытие другой ринки. Я вообще ощущаю себя каким-то руководителем транспортной империи. Освободившаяся синяя рина сдает назад, чтобы подобрать плагов, которые сейчас убьют скаута. И зеленая ринка с Чоузенами выезжает сзади у терминаторов. Надо их еще подушить плазмами. Плаги с плазмами лезут наверх и встают у окна так, чтобы видеть хотя бы одного снайпера. А остатки плагов с мельтами аккуратненько бачком обходят капеллана с последним терминатором. Фрэнк из Клотракса в Дамнидов 3 ранки занес. 2 третьих и нуля завалено. Минус 1 мельта. 4 выстрела плазмы с зеленой рины. 3 раны. В ответ я вижу 3 пятых и нуля. 2 ранки с плазмы заносим из синей рины. 1 раз проваливают 4 и нуль. Автопушки в Дамнидов попадают всего 4 раза из 8. 3 раны доносят. Но тем не менее снова 2 третьих провалено. Остается 1 мультимельта. Чардж плагов с мельтами в последнего скаута с ножом и болт пистолетом. Чардж плагов с последней плазмой в скаутов со снайперками и плащами. В чаллендж к нам сержант идти не хочет. Мы заносим 2 раны пацанам. 2 четвертых армора не прокинуты. Нам ничего, ледак пройден, стаим курим. В другом бою от чалленджа не уйти. Но сержант не справляется и приходится добивать последнего скаута остальным пацанам. По миссиям опять ничего не выполнено. Даже несмотря на кучу стлебы мы так и не смогли добить какой-нибудь юнит в шутинг фазу. Ну и сбрасываем четвертую точку. По большей степени отрядов немного. Терминаторы зачаржатся. Дредноут, я думаю, до кого-то дойдет все-таки. Вот. Рина там на дальних рубежах планеты пошкирится. Ну и в принципе по большей степени вариантов немного. Поэтому будем биться чем можем. Четвертый ход ультрамаринов. К миссии убить чарактора в челленджи присоединяется просто убить чарактора. Тактичка наконец выгружается из ринки у подножия крепости. Сама ринка едет к штенгард ветеранам. А они радостно семенят ей навстречу. Куда не собраясь ехать на пятый ход я правда не знаю. Дамниц с мультимельтой отходит ко второй точке, которую я так нечаянно освободил. А штенгарды с мельтами отлипают от стенок и тоже идут к точке. Видно ультрамарины все-таки хотят сделать сопримаси. Шутинг фаза. Дамниц с мультимельты в бункер снимает войдшилд. Дредноут из асоутки в рину пень. Но мы откидываем пятый ковер за лес. Мультимельта с лендрейдера снова мимо. Вроде ветки ему не мешают. Или он просто как рэмбо палит во все стороны. Ринка на флатауте поближе подбирается к штернам. Самый смелый тактикал делает шажочек вперед, чтобы поскорить четвертую точку. Штерны подбегают к другой. Сопримаси во все поля. В асоут фазу плагов чаржит капеллан. С овервоча ничего. В челлендже по четвертой ине он ничего не делает моему чемпиону. А вот чемпион в ответ зарезает его ядовитым ножом. Но капеллан действительно такой лошара, что боги не дают за него никаких наград. Оставшийся терминатор попадает по нам один раз, но мы откидываем пятый ФНП. А вот в бою одинокого скаута с четырьмя плагмаринами потерь нет. Все три четвертых армора, которые я занес скауту, он откинул. В конце хода сопримаси сделано на один. И остальные миссии висят. Очень, очень странная партия. С какой логикой кто умирает, кто не умирает, я вообще не понимаю. Вот взял просто на каком-то ноже умер вражеский капеллан, который там терпел просто бесконечное количество плазм и болтеров. Ну, в общем, я надеюсь, что вот именно этот наконец-то ход будет, когда мы зачистим уже все-таки кого-то. Потому что там остался один чувак там, один там, один там. Там, если они и на этот ход не умрут, ну, то просто какая-то жесть. Четвертый ход ХСМ. И нам снова приходит поскорить четвертую точку. Я так понимаю, четвертый ход не задался с самого начала. Но действуем по плану. Наши плаги, которые убили последнего скаута, садятся в подъехавшую рину. И тут же на 12 выезжает к центру стола. Челзены на зеленой старинной рине едут вперед, к леску. Хотят насыпать с плазмы дредноуту. Другая ринка с Челзенами возвращается назад к нашей точке. А то скорят тут некоторые. Одинокий Фрэнк больше не хочет чувствовать себя так одиноко и залезает наверх хавоком. В шутинг фазу вся гоп-компания стреляет в последнего дамнида. Пять ран пришло, третий инвуль не откинут, дамниды закончились. С двух ринок Челзены с плазм в дредноут ни одной пятерки на пробивание. Парню даже ни разу не пришлось кидать ковер. Ринка с плагами, понятное дело, флэтаут. Нужно ехать к разборке. И в асоулт фазу я последнему терминатору ничего, а он убивает двух плагов. Про скаута даже говорить не хочу. Чудом убив последнего дамнида, мы все-таки сделали оверхелминг фаерпау. Четвертую точку снова приходится скидывать. Начался пятый ход и из моих войск, сынов ультрамара с планеты Макрак, осталось совсем немного воинов. Я думаю, что терминатор продолжит биться с плагами. К сожалению, дредноут возможно дойдет до ринки. Там ребята сядут в ринку, поедут ближе к центру, но это если будет шестой ход. И что-то они могут сделать. А так в целом, по сути своей, будем стараться максимально заскорить все эти точки, до которых мы дойдем. Пятый ход сынов Макрага. И миссии чем-то похожи на мои, только более исполнимы. Поскорить четвертую точку, которую и так скорим убить в хтх единственного плага. Ну что ж, штангарды устало погружаются в рину и неспешно выезжают в направлении моего диплоя. Тредноут наконец-то идет вперед, заходит в лесочек, раскручивает свою осолдку и заносит хауком три раны. Одна с рендингом. С этого дела умирает чемпион отряда и один парень с автопушкой. Парень с мультимельтой на ЛРе наконец-то попадает в рину. И заносит самый популярный результат всех рин – отрыв болтера. Штерны на ринке, естественно, флэтаут, огибают свой дроппот и несутся ко мне. В хтх ничего, мой плагмарин стоит, облизывает мороженку из кокулей, а терминатор на попасть кидает два кола. Ну и четыре плагмарина все еще не могут завалить единственного мать его скаута. Снова до парня доходят три раны, все откинуто четвертым армором. По миссиям четвертая точка заскорена, ассасинейт сброшен. Нет, я определенным образом ничего не понимаю, как один скаут может держать четырех флагов. Хотя нет, такие истории со мной уже бывали. И вы понимаете, там главная точка – четыре очка. Если я вот сейчас его не убью и на пятый ход все закончится, то как бы я в жопе, потому что там сзади у них очков пять на этих точках. А у меня, которую я держу, она одно очко дает, и там я еще, ну, два подниму, три. То есть я как-то, вот если до туда доеду и не застрянет раны, я еще более-менее выиграю на один. Но если как бы я не доезжаю, то вообще проигрываю, если все кончится на пятый. Чем-нибудь жесть. Пятый ход ХСМ. Мне приходит еще поскорить третью точку, так что ставки на скаута вырастают. И заставить провалить ледак. Ринка наконец-то подвозит к лендрейдеру две моих мельты. Сейчас попробуем его убрать. Старинная Рина с челзными лезет через лес, поближе к дредноуту. И точечке, которую хотелось бы поскорить. Фрэнк вылезает из домика и спешит на подмогу последнему плагмарину. В шутинг-фазу две мельты в лендрейдер, одна попала, пробила. Пятерочка плюс два, семь взрыв. А вот плазмы в дредноут опять ничего. Зато автопушки все-таки пробили парня, он не откинул ковер и получил третий результат. Фрэнку на чардж нужно выкинуть семь. Он выкидывает десять и врывается в битву. Кто тут плагмаринов обижает? Терминатор, естественно, все атаки в боба. Но тому вообще все равно стоит, кушает мороженку, откидывает ФНП. Ну и Фрэнк тем временем кулаком терминатора убивает. И... О, счастье! Мы наконец-то заваливаем этого чертова скаута. Спускаемся вниз на шесть на консолидации, как раз у третьей точки. В конце хода два раза ее поскорили и скидываем, заставить завалить ледак. Бросок на шестой ход, двойка. Конец партии. Все очень удачно сложилось для нас в конце пятого хода. Мы и войска противника зачистили и заскорили таки эту третью чертову точку. В результате у нас перевес на три по основной, по маэлю ничья. И где-то на шестьсот очков перевес по набитому. Но счет не очень впечатляющий. Тринадцать семь в пользу ХСМ. А что если бы мы играли семь ходов? Например, Андрей Журавлев часто жалуется, что никогда кубы на продолжение не кидаются в его пользу. То партия закончится совсем не кстати, то наоборот продолжится, когда это совсем не нужно. Так что давайте закончим эту битву в нашем воображении. И прикинем, в чью бы пользу сыграли эти два хода. Штенгарды в суицидальном порыве прорвутся к точке, но без Objective Secured это им ничего не даст. Дредноут со солтки под снапшотами даже не попадет. Ну и допустим, выполнена одна миссия. Я в ответ подвезу Мельты к дредноуту. Ну и чтобы было смешно, пусть Рина в этом лесу тоже застрянет. Типа он такой заговоренный. Фрэнк побежит встречать Штырнов. Я думаю, с автопушек и Плазм мы Ринку как-нибудь доразберем. Встанут они аккуратненько по стеночке, чтобы Фрэнк их видел не очень много. Но допустим, парочку он увидит и со Склотракса как раз их и убьет. Макс, естественно, поставит сержанта вперед. И Фрэнк непостижимым образом стрельнув из огнемета на бунах повысит себе искусство ближнего боя. Дредноут тоже заговоренный, Мельты, Плазма, ничего, сделали один пень, но и то четвертый результат. И пусть я там тоже выполню какую-то одну миссию. На седьмом ходу у Штырнов вряд ли будет какой-то выбор. Они выйдут поскорить точку в надежде на рак кубов у меня. Возможно, даже попытаются пострелять во Фрэнка, но вряд ли сходу с гравиков достану. Я же дожму все-таки дредноут либо с Мельт, либо с Плазм, поскорю эту точку, у которой он стоит. Но и с огнемета, плюс автопушки, плюс Плазмы, Штерны так или иначе кончатся. В результате ХСМ только нарастят преимущества и превратят счет в что-нибудь типа 16-4. Итак, игра закончилась, к сожалению, не в мою пользу. Что я могу сказать? Вархавер он такой, как кидаешь, так и получается. В общем, наконец, наверное, игры, если так правильно сделать свою партию, наверное, неправильно было высаживать из ЛР мой основной отряд, потому что все-таки в этом случае он оказался практически под расстрелом абсолютно всех войск хаоса. Ну, а так в целом, наверное, что я могу сказать? Крепость, она сковала наше движение. И, по сути дела, все происходило в центре стола. Такая своеобразная Куликовская битва или там, не знаю, Бородинское поле. Нас медленно-медленно перемалывали. Несмотря на то, что только к третьему ходу был убит полностью один из моих отрядов. Во все оставшиеся ходы достаточно неплохо их убирали. Вот. В целом игра понравилась, мне интересно. И я рассчитываю, что эта партия не уведет меня в разочарование. И я не кину все эти миньки в шкаф и скажу, ну, его в баню этот Вархаммер. Так что все нормально. Будем играть дальше. В общем, классика. Во-первых, нас больше, мы дешевые, куча ринок, куча пацанов, все бегают, что-то делают. У врага, наоборот, элитные войска, концентрированный удар. Но я терминаторов уже даже на такие фановые игры не беру. Фана никакого, потому что от них. Но как Макс откидывал пятый инвульет, это, конечно, уважение. Но, тем не менее, нам удалось, во-первых, разъединить врага. Сильный достаточно удар произошел на наш слабый левый фланг. И мы смогли сконцентрировать свою главную мощь именно на кулаке противника. Разобрать практически его. Там осталось два парня. А потом просто мы там измором брали эти остатки. И смогли. Ну и получилось, что 16-4 у нас, если бы мы продолжали эту битву играть. То есть, в принципе, да, мы только могли нарастить очки. И там ничего бы не сделали эти ультрамарины. Я тебе хочу сказать огромное спасибо, что ты меня вытащил. Потому что реально я в детство вернулся. Типа такие ультрамарины там бегают. И, короче, какие-то хаоситы, 3+, на ринах туда-сюда катать. Вот это было где-то года 4 назад у меня только. И все. Вот. После этого, значит, эти самые литераторы, там, демон-принцы какие-то. И понеслось, понеслось. В общем, 3+, убрались со столов. И нормальные мары тоже. Когда они, вот, пятая редакция была, они еще были, вот, они ваниль тогда еще назывались, короче. И они были такие ванильные. А потом понеслась вот эта там в рота-врота, короче, и все. Да, я говорю, бомбу, прочий кал. Здесь прям такая возня, как надо, как в детстве, короче. Прям вообще удовольствие. Вот, не знаю, как ты вообще это самое получил от этого, чего-нибудь или нет. Ты знаешь, в целом, в целом игра была действительно интересная, поскольку все вот эти вот, ну, современные слова спорта дрочь, уж будем его так называть, когда лукаут, ковер, или там, сейв, лукаут, сейв, лукаут, сейв, все по одному кубику, все это. И порой, ну, поскольку я все-таки чаще всего на турнирах играю, порой в какой-то момент начинаешь, начинаешь просто, вот, я не знаю, ну, чувствовать какой-то неприязнь к этой игре или даже к своему оппоненту. То есть, сегодня, несмотря на то, что, в принципе, по большому счету, со второго хода я сделал большую ошибку, я уже потом понял, я расслабился и подумал, что в целом, без разницы, здесь нет никаких инстящих, собственно, ну, не знаю, инструментов для того, чтобы взять и убить мою армию в целом. Поэтому, игра действительно была интересна, и, пожалуй, вот это настоящий Вархаммер, хотя, в целом, и тот Вархаммер, я тоже хотел победить здесь, не удалось, печально, спору нет, но мне понравилось, мне понравилось. Ну, вот, видимо, все-таки, да, у Вахи, это вот именно в процессе, что ты поставил красивую армию, что там, что-то какая-то возня такая, все-таки, действительно, там, что-то похожее, там, на первую, это и вторую роту, да, было. Вот, и у меня такие оборванцы, там, на рынках каких-то приехали, все разнокрашенные, значит, варбанды, реально, вот, и что-то делают. Да, по партии, я все-таки не понял, почему ты решил упасть, у тебя достаточно серьезный амблдэмэдж с твоих штернгардов, вот, и почему ты решил убрать 95 очков в стоящей мотике, вместо того, чтобы мне ринок несколько, там, одну бринку ты взорвала, скорее всего, другую, изумбелайзил, и, типа, я уже не так катался, а пацаны с этими плазмами бегали бы вот так, и была бы другая игра, вот, поэтому, как-то не знаю, что-то тебя смутили, мое рассуждение, типа, вот. Тут есть, наверное, два ответа, по большей степени, первый, первый момент, высадить дроппорт в ожидаемое место, и вот тебе раз, и сразу очевидное, раз, и все, и очевидно, да. Плюс ко всему к этому, второй ход, наверное, бы ознаменовался, я в тебя первый, ты в меня второй, вот, что бы там выжил, я не знаю, наверное, если бы вернуть время назад, я бы оставил дроппорт в том месте, где он там, где я его высадил. Вот, действительно, классная тема, согласись, у меня был ряд неудач, ну, первое, это то, что мой основной кулак застрял, причем застрял не там, где я хотел. Второе, вторая, действительно, неудача, это дамни, до которых вышли на третий ход, кстати, это очень прекрасно, но они не отстрелялись так, да, вот, это вся основная проблема, потому что, глядишь, если бы они пробили одну рину, все было бы уже значительно лучше, и я не жалею, я не жалею, я не жалею, что я основной свой ударный отряд, где было два, ну, скажем так, вторичный отряд, где было два отряда ветеранов, я не жалею, что я его поставил. Нет, ну, я ждал, конечно, да, там, я думаю, был бы так, ты реально, если бы ты не полез прямо на бункер, который, в принципе, это особо тебе ничего не делал, да, там сидят просто автопушки, которые, по крайней мере, армор не игнорируют, вот, соответственно, ты падаешь, ломаешь две рины, у меня остается три из них, причем сломаешь ты, скорее всего, те, которые ближе к тебе, которые как-то едут, что-то угрожают, скорее всего, какие-то пацаны с плазмами там погибнут, я, скорее всего, ответный стрельбой своих пацанов убираю, но на следующий ход ты ко мне уже приезжаешь, и, как бы, ты терминаторы можешь там больше взять и пацанов, которые в поле стоят, а так, получается, ты высадил их под ринку, практически, то есть, 35 очков у меня забрал, а в ответ я тебе сделал там двоих всего, вот, и у меня был маневр, я там, эти, Челзан и из Рин вообще не выходили, несмотря на то, что там по четыре плазмы в каждом, я знаю уже, сотни раз пройдены, если ты с пацанами вышел из Рин, значит, все, умер, да, умер, поэтому они сидят там до последнего, даже если два раз стреляют, вот, так что, да, как бы, с моей стороны, все-таки кажется, что зря ты туда упал, ну, типа, не использовал на полную катушку, и, да, вот, вышел под рину, даже если бы, окей, ты там оставишь, я бы, наверное, хотя бы непонятно, то есть, проблему, не знаю, для меня проблема была, что точка четвертая у тебя с четырьмя очками, да, вот, ну, и тебе не резон, там подъехать, не стоять ЛР, там ждать, там, судьбы какой-то, вот, а ко мне приезжать, я вроде как разъехался, здесь уже начинается очень много если. Да, ну, в общем, на самом деле, если бы кубы уложились лучше, то и результат был бы совсем другой, потому что, уж что говорить, благомарины не могли убить одного скаута, это, естественно, тоже феномен такой, точно так же, как и куча откинутых инвулей терминаторов. Я, честно говоря, думал, что они кончатся, они, они стояли, они стояли очень стойко. Я просто смотрю, типа, там, на тебе три сайва инвуля, ну, пожалуйста, там, а вот еще один, ну, вот так, четвертый, конечно, просто наступал, третий хуже кидал, чем пятый и четвертый. Ну, вот, ну, реально, да, когда все-таки смотришь на это, ну, как в детстве, да, типа, ландрейдер, терминатор, круто, круто, но все-таки столько очков в одном месте и как-то, вот, реально, то есть ты вышел, убил рим и все, там, ну, дальше ты просто стоял, стоял, как бы, а я в это время каким-то ошметками, там, да, ну, типа ездил. В том-то вся и суть, наличие игрового террейна затрудняет движение ЛРа, ну, если взять, например, столы на турнирах, в которых, собственно, вообще нет террейна, взяв три ЛРа, можно нормально покататься, нормально покататься. Сергей Стажила Алексеев сейчас сидит такой, а, вообще? Да, ну, да, есть, короче, по идее, мы не перестарались, у нас не было какого-то супергорода, там, который все перекрыл, конечно, вот, в принципе, замок стоял, да, он, как бы, разделял и позволял, там, скажем так, делать какие-то фланговые обходы, там, или что-то еще, но мне кажется, что он сильно поверял, тут, скорее, все-таки, вот, как-то ты в лес сунулся, ты залез буквально, там, на дюйм в него, да? Твоя ринга тоже там сломалась. Да, она, она прорывала. Заколдованный, заколдованный лес. Ты же таки, вот, что я тебе дюйм тебе дал, когда ты полез на дюйм? Да, на самом деле, ты прав, может быть, действительно, стоило этот дюйм избежать, и, глядишь, ну, почему-то мне показалось, что все будет нормально, вот, и вчера, собственно, когда я думал, уже, так сказать, пролистывал свой ростер, подумал, может быть, взять ЛР-у отвал, но, к сожалению, этот товарищ не может брать отвал, вот, поэтому нормально, в целом, в целом, неплохо. Ну и, наверное, надо было сутно взять, тема сеть, с щитами. Тут, ну, ты мог у меня проинтуить, что, типа, Space, какие модели есть? Наверное, плаги, там, хотя Челзны давно не показывались, но они, типа, есть. Ну, если заметить по игре, то, например, Дамнида, который имеет третий инвуль, значительно хуже откидывали, чем Сербас и пятый. С ним бороться, да, просто на тебе кучу. Да, они посыпались, конечно. Хорошо. Второй ты провалил очень качественно, там, по-моему, один раз, но это был челлендж с твоим варлордом. Да. Что, по бунам, что-то какая-то жесть, там, значит, эфир с тобой накинули на трейтах. Да, и у меня тоже самое эфир, тоже самое. На буне я какой-то чушь кинул на первом, на втором я кинул тоже какой-то хорень и единицу. Короче, получается красивая история. Хотя, ты видел, да, там, по 2дп, там рождается бывает еще. Да. 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 Да.